Еще несколько сотен гондурасцев во вторник 30 марта отправились к гаватемальской границе, стремясь добраться до Соединенных Штатов по сообщениям американских СМИ, чтобы избежать воздействия пандемии коронавируса и стихийных бедствий. Журналисты заявляют американцам, что группа мигрантов стала вторым по величине караванам, отправившимся из Гондураса из-за катастрофического наводнения в прошлом ноябре, вызванного ураганами Эта и Йота, нанесшим серьезный удар экономики, которая и без того испытывала серьезные трудности. И никакой вины Байдена в этом нет. Вот как просто нас дурачат с экранов ТВ пропаганда. Ни совести, ни чести. Что касается несопровождаемых детей, фишку тоже просекли. И теперь их количество возрастает десятками тысяч. Хватит кормить нас байками, что это воссоединение семей. И дети жили когда-то на территории США, а их выгнал Трамп. Глупее объяснение невозможно и придумать. Посмотрите на эти лица. Рассчитано оно на сердобольных, эмоционально слабых зрителей СНН. Администрация Байдена, несколько дней назад назначенная регулировать кризис Камала Харрис, по-прежнему не принимает никаких решительных действий, чтобы остановить это. И более того, продолжают кормить нас пропагандой и не признавать, что кризис на пороге. Ждем, когда очень скоро они запоют, что им недостаточно собираемых с рабочего класса налогов.